сейчас мы находимся у вход в иконографический музей это одна из достопримечательностей молока покупаем билет вход на одного взрослого стоит 14 евро ну и посмотрим чем там хорошим можно заняться сейчас они приколы посмотри сколько стоит семейный билет так семейного билета здесь нету здесь получается что обру есть семейный билет стоит 40 евро 40 евро или ребенку 8 взрослому 14 приходим встречая сразу аквариум такой шикарный и пока мы движемся вокруг нас во всех стенах инсталляция разных и космические подсветки всевозможные шикарные аквариумы выглядит это таким образом вау вот это я понимаю аквариум вот это шикарнейший аквариум ребята посмотрите какой гигантский аквариум с трехэтажный дом какие-то действительно плавают штучки а самое интересное что вот эта дырочка впал в настоящем море на пропастью знаю камеры конечно не передаст здесь мумия такого осьминога и вот он этот аквариум во всей красе а здесь специальное место где можно сесть вот так вот и сфотографироваться то есть идея здесь следующая куда бы вы ни зашли везде будут вот такие вот аквариумы и вы среди вот этого обилия рыб ходите аквариуму разных видов в идеальном состоянии смысле стекло и ты можешь сфоткаться вот прямо вот так вот стоя вот так вот примерно в таком ракурсе и 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 Здесь есть огромный такой актовый зал, и здесь проходят некоторые вечера, которые организует принц Альбер, и награждение, вручение. Интересная опять информация, вот этого парня зовут Жак Ривкусто, и он был директором этого музея с 1957 по 1088 год. Но прикольно, что здесь выходишь, здесь такая гигантская экспозиция, которая сделана из металла. Это круть! Вот эта вот штука, она сделана из металла. Очень достойная вещь. Вы просто только представьте, что все это металл. Вот эти человеческие черепа, вот эта вот штука, это выглядит просто на миллион. Это круто! Сейчас мы оказались на втором этаже, посмотрите, такой иконостас со всеми чучелами животных. Вот эти скульптуры из стали, это просто что-то с чем-то, это сумасшедшая вещь. Гигантский замок, в котором чучело, скелеты и все представители водного мира, ну и всякие раритетные реальные вещи. Очень круто! Субтитры создавал DimaTorzok То количество раритетных вещей, которые здесь собраны, например, мумия, русалки, которая была поймана в одной из экспедиций, говорят, что русалок не бывает. Например, первые акваланги, которые были изобретены. И все, что здесь есть, это реальный раритет, который есть в частной коллекции принца. И таких вещей больше в мире не бывает. Сейчас мы переходим в следующий зал, и над моей головой огромный никелированный скелет кита. Да, это восторг. И этот гигантский зал, он тоже посвящен эти позиции. Это мумии разных животных, которые здесь в колбах. Показать все это мне время не боюсь, как власть. В этом зале все это находится, это просто жесть. КОНЕЦ Улицы, всевозможные образцы, флоры и фауны, которые здесь находятся. Зародыши разных, птиц, кораллы, всевозможные морские звездочки. КОНЕЦ КОНЕЦ Еще один восточный зал, он посвящен как бы рыболовству. Всевозможным хитростям, в рыбалке ловушкам и тем, чей труд называется рыболов. Это еще один шикарный зал, и заходя сюда надо обращать внимание на мозаику. Вот эта вот композиция 120 квадратных метров, это все мозаичное панно, которому понимаете много лет. А что интересно, вот этот непропорционально гигантский светильник, который полтора метра в диаметре на 6. Это крутяк. И здесь еще есть огромнейший витраж, я его сейчас покажу вам. И самый большой кальмар, чучело огромного кальмара, находится вот здесь вот над моей головой, если видно. Видно? И это, разумеется, самый большой витраж, который есть в Монако. Ну, просто поражает размеры богатства. Здесь очень интересный стенд, и он гласит о том, что Альберт Первый, он был фанатом океанографии, и очень много средств тратил на развитие океанографии. И сам был ярым поклонником всего этого. Фактически музей-то это и есть его сокровище личных коллекций. Ну, все в одно видео не влезет. Моя задача вам показать, что сюда стоит приходить, и стоит это все посмотреть. Обзорная площадка, и без эмоций тут просто не скажешь. Смотрите, какая гигантская скульптура, и какая обзорная площадка здесь находится. Какие высоты вообще здесь находятся. Сейчас мы вышли на обзорную площадку, и отсюда открываются, наверное, лучшие виды на княжество Монако. И сейчас я покажу вам эти лучшие виды с обзорной площадки, но вы уже потом решите подниматься сюда или нет. Она находится тут же, на самом верхнем этаже. Вот эта замечательная инсталляция, которая за моей спиной, она тоже прикольная. Ну и заканчивается цветок гигантским просто сувидирной комнатой, где все есть, что может быть на любой выбор и для богатого, и для бедного человека. В Монако поражает абсолютно все. Например, вот это строение, оно просто безумное. Я даже не боюсь оценивать, сколько оно стоит денег. Это жесть, сколько сюда ума, фантазии и сил вложено. А проекты принца, они не заканчиваются. И здесь будет еще один гигантский океанариум, который сейчас строится в этом крыле. Поэтому, возможно, когда вы сюда приедете, здесь будет еще круче. Ну а на этом наша экскурсия в океанариум заканчивается. Я надеюсь, что открыл для вас еще одно замечательное место, в которое вы точно захотите приехать. На сегодня все. До следующих путешествий. Пока. Субтитры подогнал «Симон»